В часе езды от Берлина есть место, откуда можно совершить путешествие в советское прошлое Германии. Железнодорожная станция в немецком провинциальном городке Вюнсдорф. Раз в час отсюда ходят электрички на Берлин. А раньше, еще 25 лет тому назад, отсюда было прямое сообщение на Москву. Последний поезд из Вюнсдорфа в Москву ушел в сентябре 1994-го. Он увез с собой не только российских военных и их семьи, но и целую эпоху. Проезжающие мимо немцы называли это место Кляйн-Москвау, маленькой Москвой. Русский вокзал в Вюнсдорфе снесли в 2010 году. Сегодня здесь живут около 6 тысяч человек. В отремонтированных зданиях бывшего военного городка поселились немецкие семьи с детьми. Но часть территории вокруг бывшего дома офицеров – это по-прежнему закрытая зона. Я буду видеть, где вы. Вы можете за мной следить? Здесь есть камера? Секрет. Эти здания были построены 100 лет назад. Во время Первой мировой войны здесь открылась военно-спортивная школа. А в 1946-м сюда из Патсдама переехал штаб крупнейшей в мире группировки войск за рубежом. Вот он, запрещенный город Вюнсдорф. Почти полвека здесь располагался штаб группы советских войск в Германии. А сейчас эта история, как выразились бы немцы, травой поросла. Уже более 20 лет здесь хозяйничает природа. Кажется, время остановилось. И даже статую Ленина здесь никто сносить не собирается. Здесь написано, входить запрещено. Но нам можно. А запах? Как у бабушки на даче. В доме офицеров находился культурный центр советского Вюнсдорфа. Здесь был зал для торжественных мероприятий и официальных приемов. Своя телестудия, библиотека, музей, а также интернациональный клуб «Дружба». На стадионе перед памятником Ленину проходили парады. Сейчас о военном прошлом напоминают только вытветшие фотообои и рисунки на стенах. Советский Вюнсдорф был огорожен 18-километровой бетонной стеной. Немцы могли попасть сюда только получив разрешение. Или нелегальным путем. В стене, например, были небольшие ворота, возле которых стоял часовой. Ну и он мог открыть эти ворота. Но нужно было обязательно вовремя покинуть территорию. А те, кто не успел выйти до 16 часов, задерживали. По слухам, их заставляли чистить картошку, а потом выгоняли с территории. Юрген Наумен вспоминает, что в 95-м году, когда эту территорию вернули Германии, все улицы и помещения в Вюнсдорфе были чистыми и ухоженными. Вот на таких бетонных постаментах в парке советские войска выставляли свою технику времён Второй мировой войны. Танки, пушки и так далее. Во времена Ельцина тут танк можно было купить. 31 августа 1994 года в Берлине состоялся прощальный военный парад в честь вывода на тот момент уже российских, а не советских войск из Германии. В нём участвовали Борис Ельцин и Гельмут Коль. В Россию тогда возвращались 500 тысяч военнослужащих и членов их семей. Служить в ГДР, а потом в Объединённой Германии было престижно. В военном городке была насыщенная культурная жизнь. В местный театр приезжали с гастролями Майя Плесецкая, София Ротару и другие звёзды советской эстрады. Здесь выступал балет Большого театра. Одна моя знакомая даже была на их выступлении. А ещё в советском гарнизоне был свой ансамбль песни и пляски. После вывода войск сцена была в полной исправности. Время от времени эти помещения арендуют и сейчас, например, для съёмок музыкальных клипов или исторических фильмов. В южном крыле Дома офицеров находился оздоровительный комплекс. Он был построен в 1916 году. В помещении пахнет плесенью. А вот и знаменитый Вюнсдорфский бассейн, в котором плавали сначала военнослужащие Третьего рейха, а потом и советской армии. На момент строительства это был очень современный бассейн. Его площадь 200 квадратных метров, а глубина до трёх метров. Сейчас эта территория принадлежит государству. В Доме офицеров периодически чинят крышу. Этот комплекс планируют продать честным инвесторам или кому-то другому, кто предложит подходящую для этого места концепцию. Но пока из этого ничего не вышло. Никто не решается его купить. Неудивительно, ведь придётся не только заплатить несколько миллионов евро за участок, но и потратить немало средств на реставрацию памятников архитектуры. Так что пока это место остаётся музеем под открытым небом, в который пускают только по специальному разрешению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok